Шутка ценой в жизнь. Полицейские устанавливают личности неизвестных, которые пытались разыграть обычных прохожих. Способ шутники выбрали весьма жуткий и устрашающий. В качестве атрибутов макеты человеческой кисти и головы. Но веселые планы так называемых пранкеров не сбылись. Пока не сбылись. Репортаж Олега Хатанзейского. Этот макет окровавленной кисти прохожие обнаружили недалеко от поселка Факел. Он лежал на земле. А полицейские находкой заинтересовались. Взяли с нее отпечатки пальцев, чтобы установить личность шутника. Но пока безрезультатно. Второй вещдок был обнаружен на улице Первомайская. Пластиковую голову человека неизвестные насадили на высокий столб. Если днем еще можно понять, что это всего лишь макет, то вечером навряд ли. По данным фактам в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправных деяний. С лицами будет проведена профилактическая работа. И также стоит отметить, что подобные факты зафиксированы в различных регионах нашей страны. К примеру, к частности, в Нижнем Новгороде, когда на прохожего напал человек, одетый в костюм пугала. И прохожий открыл стрельбу. Во всем мире это называют пранк или пугающая шутка. Подземные переходы, безлюдные улицы и подъезды. Там, где меньше всего ждешь, можно встретить и пугала, и человека с топором, и даже девочку из того самого звонка. Фильм, от которого трясутся коленки. Реакция на такие шутки у людей абсолютно разная. Но в основном все в ужасе и с криками убегают прочь. Оно и понятно, ведь предвидеть такой розыгрыш невозможно. Да и вообще понять, а шутка ли это? И было бы смешно, если бы не было так страшно. Любители разыгрывать по всему миру особой изощренностью отмечаются бразильцы. Для них подобные шутки – это не что иное, как шоу. Забавное видео затем выкладывают во всемирную паутину. Ну а после – миллионы лайков и сотни комментариев. Вот тебе и легкая популярность, заработанная на чужом страхе. В Наринмаре таким, конечно, не занимаются, но уже пытаются. Банальная ситуация. Поздние вечера, конечно же, пустой подъезд. Человек возвращается с работы домой. Уставший он не думает ни о чем, кроме ужина и теплой кровати. Но вдруг мерцает свет. Из-за угла внезапно появляется пранкер. Все как в лучших фильмах ужасов, только здесь вместо героев – обычные неподдовленные люди. И отнюдь такую шутку могут понять не все. Полицейские пообещали – все, кто решит пошутить, непременно понесут наказание. Ведь такой розыгрыш для человека может закончиться весьма печально. Минимум бессонницей и депрессией, максимум – летальным исходом. Дело в том, что в структуре смертности в Российской Федерации на первом месте стоит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Основная часть пациентов с такими заболеваниями – это пенсионеры. Поэтому любое эмоциональное потрясение, любой стресс может привести к летальному исходу. В то, что в Наринмаре завелись так называемые пранкеры, горожане особо не верят. Но все равно опасаются, мол, а вдруг первая жертва шутников вкажусь именно я. А вот пенсионеры уверены – те, кто устраивают розыгрыши – обычные бездельники. От безделья, от нечего делать. Мне так кажется. Если человек занят чем-то полезным, он никогда не будет пугать людей других. Я просто как-то город Наринмар, и это не может быть здесь такого. Полицейские тем временем призывают родителей провести беседу со своими чадами. Детям нужно разъяснить сейчас. Страшно смешно – это когда человек четко осознает, что угрозы для жизни нет, и это всего лишь шутка, но точно не такая. Олег Хатанзейский, Роман Делимарский, Андрей Котов, Телеканал Север.